Итак, добрый день, друзья, зрители канала. Мы с вами продолжаем курс «Случайные процессы». Тема, большая тема нашей лекции – это поассоновские процессы. И прежде, чем мы перейдем к поассоновским процессам, нам надо вспомнить, напомнить или узнать некоторые данные. А именно, мы хотим повторить экспоненциальное распределение и поассоновское. Итак, у нас сейчас часть 5, и мы продолжаем, часть 5, изучать свойства или напоминать свойства экспоненциального распределения. Итак, что мы с вами уже видели? Мы сказали, что случайная величина х распредела по экспоненциальному закону, принимает положительные значения, и ее плотность распределения равняется лямбда умножить на и в степени минус лямбда х. Также здесь написаны ее функции распределения и обратно, и дополнение функции распределения. Мы с вами показали, что мат ожидания случайной величины х, имеющей экспоненциальное распределение, равняется единице делить на лямбда. Дисперсия равняется единице делить на лямбда в квадрате. И мы закончили на четвертую часть тем, что мы стали изучать свойства, как распределен минимум между двумя случайными величинами, каждая из которых распределена экспоненциально, одна с параметром лямбда, а вторая с параметром мю. И мы доказали, что в таком случае минимум между двумя случайными величинами, это также случайная величина, также распределенная экспоненциально, но теперь ее параметр равняется лямбда плюс мю. Я привел следующую аналогию Предположим, у нас есть прибор, в котором две лампочки Время работы одной распределено экспоненциально с параметром λ Время работы второй распределено экспоненциально с параметром μ И нас интересует, когда первая из этих лампочек перегорит Мы сказали, что на λ и на μ можно смотреть на параметр, который показывает интенсивность того, как перегорает первая лампочка и μ, как перегорает вторая лампочка И, соответственно, если у нас теперь есть две лампочки, и нас интересует, когда первая из них перегорит, то у нас как будто есть поток, в котором интенсивности теперь должны сложиться, складываться λ плюс μ. И это то, что мы с вами получили. Теперь давайте обобщим следующая теорема. Если у нас есть xi, независимые случайные величины, распределены экспоненциально с параметром λi. Итак, xi, важно, независимые случайные величины друг от друга, распределенные экспоненциально с параметром λi. Независимость я буду обозначать так, да? То тогда, как распределен минимум между x1, ну, i, допустим, возьмем от 1 до n. x1, x2 до xn. Как распределен минимум. Опять же, какая здесь аналогия, да? У нас есть прибор, в котором n лампочек, любая из лампочек может перегореть. Время ее работы экспоненциально с соответствующим параметром λi. И нас интересует, когда первая из этих лампочек перегорит. И опять же, мы ожидаем теперь, да, уже имея в руках результат предыдущей теоремы, что мы должны здесь получить экспоненциально с параметром суммы λi. И так оно есть. Попробуйте решить это самостоятельно. Мы сейчас сделаем с вами вместе. Итак, давайте обозначим это через z. Найдем вероятность того, что z будет больше t. Да, почему больше? Потому что минимум. Минимум всегда проще искать через больше. Итак, что значит z больше, чем t? Это значит, что минимум между x1 и x2 и xn должен быть больше, чем t. Да, этот трюк мы уже с вами видели. Что значит, что минимум из n чисел больше некоторого числа? Если минимум из n чисел больше некоторого числа, это значит, что каждый из этих чисел больше этого числа. Это верно. Следующее. x1 должно быть больше t, x2 больше t и так далее до xn. Но так как все x, это независимые случайные величины, то вероятность объединения вот этого события равняется произведению вероятности. Это равняется произведению. i идет от 1 до n. Вероятность того, что xi больше, чем t. xi больше, чем t, у нас для этого есть вероятность. xi больше, чем t, у нас для этого есть обозначение. Это есть не что иное, как f с палочкой. Отсюда мы получаем произведение i от 1 до n. f большое x, i, t. И мы знаем, что экспенсальное распределение, оно равняется и в степени минус λ, i, t. Отсюда мы получаем произведение i минус λ, i, t. Произведение идет от 1 до n. Показательная функция у нас есть произведение. Что мы получаем? Мы получим i в степени минус λ, i, умножить на t. Теперь посмотрите. Мы нашли с вами f большой от z с палочкой. Для какой случайной величины ее дополнение функции распределения имеет такую форму? Не сложно видеть, что для экспоненциального закона распределения мы получим такую форму. И отсюда следует, что z распределено экспоненциально с параметром сумма λ, i. Итак, мы с вами доказали следующую теорему. Минимум следи n случайных величин x1, x2 до xn независимых, каждый из которых распределена экспоненциально с параметром λ, i, имеет также экспоненциальное распределение с параметром, равным сумма λ, i. Хорошо, давайте продолжим. Теперь попытаемся ответить на следующий интересный вопрос. Следующее свойство. Предположим, у нас, опять же вернемся к прибору, у нас есть прибор, в котором две лампочки, время работы каждой из них распределено экспоненциально, с параметром, допустим, давайте так отдельно напишем, x1 λ, x2 μ, x1 распределено экспоненциально λ, x2 распределено экспоненциально с параметром μ, они независимы. И теперь у нас не интересует, не когда первая лампочка в приборе перегорит, а какова вероятность, что первая лампочка, которая перегорит, будет x1? Да, ну, первая. Или какова вероятность, что первая перегорит вторая лампочка? Ну, допустим, давайте дадим имена, чтобы не путаться A и B Так лучше Нас интересует следующий вопрос Какова вероятность, что первая перегорит лампочка A? Какова вероятность, что первая перегорит лампочка B? Свойство, которое мы сейчас изучаем У него есть название competition Это как бы соревнование между экспоненциальными Распределение данных случаев То есть у нас есть две лампочки Первая лампочка работает, пока не перегорит Вторая лампочка работает, пока не перегорит И нас интересует, какова вероятность, что в этом забеге До того, как они перегорят, победит, допустим, лампочка A Если она перегорела раньше, она победила Или победит лампочка B Если она перегорела раньше, она победила Так вот, нас интересует, какова вероятность, что время работы первой лампочки меньше, чем время второй лампочки После этого мы обобщим это для N лампочек Итак, мы хотим ответить на следующий вопрос Какова вероятность, что время работы первой лампочки меньше, чем время работы второй лампочки В общем случае, как решаются такие задачи? Нужно взять двойной интеграл от совместной плотности распределения по нужному нам контуру Давайте посмотрим, вот я тут нарисую Это время работы первой лампочки, это время работы второй лампочки Мы хотим, чтобы время работы первой лампочки было меньше, чем время работы второй лампочки То есть нас интересует верхняя часть, то, что я не заштрихал Вот это нас интересует, давайте нарисуем Нас интересует вот эта область Здесь xp больше, чем x Так как время работы не отрицательной величины, поэтому нас интересует только вот этот вот открытый такой бесконечный треугольник Хорошо, значит нам надо взять двойной интеграл по совместной плотности распределения по этому контуру Отлично, время работы первой лампочки, пусть будет внешний интеграл, меняется от нуля до бесконечности Время работы второй лампочки меняется от этой прямой, от времени работы первой лампочки до бесконечности Давайте это запишем от s до бесконечности, когда s это время работы первой лампочки И тут мы должны записать совместную плотность распределения То есть f, xa, xb Но так как время работы лампочек независимы То совместная их плотность распределения равняется произведению их плотностей Поэтому можно записать f, xa и f, xb f, xa, t умножить на f, xb Допустим, тут возьму давайте x, здесь y, dx, dy Тогда здесь надо взять тоже x Отсюда мы получаем, да, выносим это за внешний интеграл dy, dx давайте возьмем, да, чтобы было проще Итак, отсюда мы получаем интеграл от нуля до бесконечности f, x, a, x dx мы вынесли То есть вот эти мы выносим за знак А здесь у нас остается, смотрите, интеграл от x до бесконечности f, xb, y И что это такое? Это есть не что иное, как вероятность того, что xb больше xа Вероятность того, что xb больше xа Отлично Смотрите, xa распределено экспоненциально с параметром лямп, да Мы знаем, чему оно уравняется Вероятность того, что xb больше x Это есть не что иное, как f с палочкой xbx Мы тоже знаем, чему оно уравняется Подставляем в этот интеграл и получаем Интеграл от нуля до бесконечности Лямбда умножить на i в степени минус лямбда x Плотность распределения теперь xbx Это умножить на i в степени мю x dx Выносим лямбду за скобки Давайте поделим и умножим на лямбда минус мю На лямбда плюс мю Сейчас увидим, почему У нас остается интеграл от нуля до бесконечности Лямбда плюс мю И в степени минус лямбда плюс мю x dx Теперь смотрите, что мы получили Единственное, что я сделал, я вынес лямбда за скобки И умножил на лямбда плюс мю И поделил Умножил на лямбда плюс мю И поделил Почему я это сделал? Просто потому, что так проще Смотрите, что мы получили тут Нам надо посчитать этот интеграл Можно посчитать его напрямую Это несложно А можно заметить, что то, что написано здесь Это интеграл от плотности распределения Случайной величины Имеющий какой закон? Имеющий экспоненциальный закон С параметрами лямбда плюс мю И тогда мы знаем, что в таком случае Этот интеграл равняется единице И, соответственно, мы получили ответ Вероятность того, что первая ламбочка Перегорит раньше, чем вторая Равняется лямбда делить на лямбда плюс мю Соответственно, вероятность того, что вторая ламбочка Перегорит раньше, чем первая Равняется мю делить на мю плюс лямбда Давайте посмотрим небольшую интуицию Почему, в принципе, этот ответ интуитивный? Предположим, что первая лампочка перегорает со скоростью 9 раз в час Интенсивностью 9 раз в час А вторая перегорает с интенсивностью 1 раз в час Ну, понятно, что, во-первых, мы ожидаем, что первая лампочка, понятно, будет перегорать чаще Она чаще будет выигрывать в этом состязании И, как бы, интуитивно, в среднем, ожидаем, что она будет выигрывать в 9 раз чаще, чем вторая И так оно и получается Вероятность, что перегорит первая лампочка для этого примера будет равняться 9 десятых А вероятность, что первая переговорит вторая лампочка будет равняться одной десятой. То есть наша интуиция, и это не доказывает тарема, но с нашей интуицией это согласуется. Итак, мы с вами продолжим после перемены.